Друзья, всем привет! Но все вы видели, знали и наблюдали 17 января, то есть вчера, картину, как Алексей Навальный возвращался из Берлина, из Германии в Россию, в частности в Москву. Сначала он должен был прилететь в аэропорт Внуково, где его встречали толпы журналистов, были проблемы, были задержания, были автозаки, но в итоге самолет прилетел в Шереметьево, где все равно никто не избежал журналистов, и, к сожалению, когда Алексей Навальный вышел из автобуса, доехал до зоны таможенного контроля, на таможенном контроле его куда-то увезли. Ну, как сказали сотрудники полиции, то, что он осужден, у них есть специальное разрешение на то, чтобы его задержать, и его увезли на, ну, якобы там, на допрос на 48 часов. И вот все гадали, что же с ним происходит, куда же Алексей Навальный уехал, куда же его увезли. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, приходит информация о том, что Алексей Навальный сейчас, прямо в эти минуты, находится в Химкинской полиции, в Химкинскую полицию, в отделение полиции, в маленький участочек, привезли судей. Несколько минут назад уведомили адвокатов, и сейчас прямо происходит суд над Алексеем Навальным. Давайте посмотрим прямо из здания, из зала вот этого вот отдела, что говорит сам Алексей. Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда, и рассматривается вопрос о моем взятии под стражи по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, ну я много видел насмешек над правосудиями, но просто видимо вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойки Уголовно-профессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония, иначе я это назвать не могу. Друзья, ну конечно странная ситуация, и давайте посмотрим, просто вот как раз идет информация дальше, я в прямом эфире все это вам показываю. Пишут дальше, что к отделению полиции Химок подъезжают автозаки, в суд не пускают никого, Навальный требует немедленно допустить всех журналистов на открытие от заседания суда. Но действительно, если заседание открытое, то конечно же должны быть все журналисты присутствовать, а не парочку ангажированных. Давайте посмотрим, что он сказал. Но у них физически аккредитацию не берут. Это конечно указывает на какую-то предвзятость очень странную. Поэтому, безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. И я хочу, чтобы пустили всех. Не только, что там, весь и дежурная часть, Life News и ГУВД, но и у тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят за воротами на морозе, но их не пускают. И вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит. Как будто, ну да, они стоят, но я не знаю о том, что они стоят. Я заявляю о том, что они там стоят. Они хотят быть аккредитованы и требуют реализации своих прав. И я вместе с ними тоже это требую. Спасибо. Друзья, от тебя хочу сказать, что я лично первый раз в жизни слышу такое, чтобы... Ой, чтобы... Первый раз слышу такое, чтобы человека из здания полиции сразу отводили в зал суда. Это, конечно, какой-то нонсенс. И из рук вон выходящие новости. Будем смотреть за развитием события. Но, вы знаете, когда Алексей Навальный сказал о том, что он 17 января возвращается в Москву, я лично в глубине души все-таки думал, что это какой-то... Ну, не то, что фейк, не то, что розыгрыш, не то, что пранк. Я не знаю, как это правильно назвать. Но я думал, что Алексей Навальный настолько продуманный человек, что он, находясь в Германии, решил провести вот эту вот многоходовку и на всеобщее обозрение выставить свое видео о том, что он якобы возвращается. Я в глубине души был уверен, что он в самый последний момент не сядет в самолет. То есть, он поставит на уши всех группу поддержки, полицию в Москве и так далее, а потом прилетит другим рейсом. Или прилетит так, или приедет так, что никто даже не узнает, что он приехал, понимаете? Ну, то есть, часто, да, вот такое бывает, что отвлекающий маневр сделает. И когда он вчера, я просто отслеживал, я даже не стал видео на эту тему делать, потому что я сам был настолько погружен в вот эти вот прямые трансляции, я отсматривал разные каналы туда-сюда, видел, как каждое его передвижение от аэропорта Германии в самолете и так далее. Это было очень интересно. И, конечно, до последнего я хотел верить в то, что его не задержат. Но что-то пошло не так. И я думаю, что он знал же это. Я уверен, что он чувствовал это, что его задержат. И если его сейчас посадят на несколько лет, то будет, конечно, просто очень обидно. Даже вчера в Телеграме некоторые каналы, и я в том числе, когда мы постили информацию о том, что он возвращается, многие писали, что Алексея Навального поддерживает, но ждет группа поддержки и журналисты в Москве и в самолете. А сам Алексей Навальный едет на добрую, ну, точно на, как это называется, на, ну, не на смертную казнь, да, а на, просто на публичную, как бы, казнь и четвертование. Поэтому, конечно, будем следить за развитием событий, посмотрим, что будем дальше. Вот. Сил и здоровья вам и вашим близким. И всем добра. Всем пока-пока. На связи.